Продолжение следует... ...чтобы мы заработали очень хорошо, чтобы структура у нас была мощная, крепкая. И вот с такой надеждой мы приехали, естественно, мой второй день уже заканчивается. Воспринимали, конечно, каждую информацию, каждого выступающего, как глоток свежего воздуха, как тот материал, который поможет нам при открытии центра, как инструмент, который нам нужен при работе. Поэтому вчерашний день был очень насыщенный, насыщенный еще от того, что мы давно не встречались. Все как родные. Сколько мы месяца, три месяца, да, просидели на карантине, и так друг к другу привыкли. Мы уже в онлайн-режиме, в виде друг друга, и все как родные встретились, и мы уже друг друга все узнавали. Все как бы обнимались, целовались. Ну и, естественно, наш дом родной, образовательный центр Болгарии. Мы сюда приходим действительно как водчий дом. Приходим за теплом, за знаниями. Приходим к нашему лидеру Юрия. Мы знаем, что он всегда нас удивит, всегда нам новые знания даст. И самое интересное, что Юрий, вот он прирожденный такой лидер, да, он делегирует вот свои знания. Если один человек, вот один владеет знаниями, и один об этом говорит, уже вот другие, это все тяжело. А он всех, вот, вот, что знаете говорить, чему научились говорить, и вот, как бы сказать, диалог такой, как бы в зале, да, он развивает. Поэтому вот в этом-то и есть искусство, наверное, руководителя, лидера, вот нашей команды, о том, что он учит нас. Вот ненавязчиво, потихонечку, так, что ты хочешь рассказать, выйди, пожалуйста, в холософии счастья, в холософии денег. Пожалуйста, про продукцию расскажи, жизненный твой сценарий. И, конечно, как в среднем законе, как бы из восьми законов, восемь хоров, да, что каждого человека нужно воспринимать как самого умного, как самого родного, самого такого, который все знает, все может. Поэтому в образовательном центре Балхай, я когда говорю, никто не боится выйти на сцену, никто не боится, что он не скажет не то. У всех, вот, открытые выступления, каждый может реплику с места сказать. И так чувствуется, что самое главное, вот, в том, что мы делаем, это образовательный центр. Мы с партнерами должны научиться разговаривать. Мы должны научиться с ними общаться. И пока мы, вот, сейчас, вот, и откроем свой путь, и не начнем проговаривать даже одно предложение, потом два предложения, у нас страх не покинет общение. А как только мы начали разговаривать, и, как цепная реакция, у нас по кругу пошел круговой разговор, и завязался диалог всех партнеров, вот тогда Юлина сказала, спасибо, ты нас научил. Спасибо, ты нас сплотил. Спасибо, Юра, тебе за знание. Он дает нам возможность. Поэтому сегодня второй день заканчивается. Мы, конечно, уставшие. Зинаида Алексеевна уже другой день встречаем, у нас разница такая во времени. Но мы счастливы. И счастливы, потому что вчера, такие, как вы знаете, с полным багажом ушки кое-как домой внесли. Сегодня мы тоже уставшие, счастливые. Счастливые от радости общения. Счастливые от получения новых знаний. И когда у нас партнеры, уехавшие с разных концов нашей России, выезжают специально, чтобы поделиться своими познаниями, это, конечно, для нас очень важно. Мы вот такие, как мы земляки, всем, всем советникам, которые два дня выступали, всем преподавателям, преподавателям Центра Балтонии, и с Роском нашим за то, что настолько они много времени нам уделяют. Каждый раз, может быть, даже одной и той же продукции, каждый раз, вот Оксана Копкова, самый красивый, ну, все красивые, конечно, но человек, который косметолог... Я ей говорю, и ее наука косметологии. И она нам, как косметолог, вот подача такая хорошая, да, и вот ты говоришь, да, да, я читать не буду. Я, прочитываю, я Оксану послушала, и уже знаю, как ты видеть ту или иную косметику, да, или жизненный сценарий, который уходит и рассказывает. А, правильно, вот так надо ее заполнить. Поэтому спасибо всем. Очень насыщенные два дня, и надеемся, завтра мы также как бы на таком же, на мажоре закончим наши три насыщенных образовательных дни. Спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok